На конкурс. Дети читают стихи. Творчество Сергея Михалкова давно известно во всем мире, переведено на многие языки. Михалков достой многих орденов и наград, отечественных и иностранных. Но главная его награда – всенародное признание, которое он заслужил благодаря своему таланту и любви к людям. Мой выбор – творчество Сергея Михалкова. Я предлагаю вам послушать стихотворение, которое будет актуально послушать каждому в год литературы. Сергей Михалков. Как же жили мне без книг? Читает Кулаколову Софии девять лет. Мы дружны с печатным словом. Если б не было его ни о старом, ни о новом, мы б не знали ничего. Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг, что бы делал ученик, если б не было бы книг, если б все исчезло разом. Что писалось для детей? От волшебных добрых сказок до веселых повестей. Ты хотел развеять скулку. На вопрос найти ответ. Потянул за книжкой руку, а ее на полке нет. Нет твоей любимой книжки. Чаполино, например. И сбежали, как мальчишки. Робинсон и Гулливер. Нет, нельзя себе представить, чтоб такой момент возник. И тебя могли оставить все герои детских книг. От бесстрашного Гавроша до Тимура и до Кроша. Сколько их, друзей и ребят, тех, что нам добра хотят. Книги смелые, книги честные. Пусть немного в ней страниц. В целом мире, как известно, нет и не было границ. Ей открыты все дороги. И на всех материках говорит она на многих самых разных языках. И она в любые страны через все века пройдет. Как великие романы Тихий дом и Дон Кихот. Слава нашей книге детской переплыши все моря. И особенно советской, начиная с букваря.